Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Айти не обойти. В рамках национального проекта образования две школы Мариинско-Посадского района получат новое оборудование. Соучастие и милосердие. В республике завершился благотворительный марафон. Зоу-новости. Питомцы, закрывшегося в Чебоксарах контактного зоопарка, приобрели новый дом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строю республики, Общероссийского народного фронта и руководства сельского поселения с ведром. Она хочет наглядно продемонстрировать. После дождя вода у их подъезда стоит долго. Здесь вылья воду сейчас. Она никуда не уходит. Она будет все обратно ехать тут ходить. Данный двор отремонтировали по программе формирования комфортной городской среды. И, судя по всему, неправильно сделали уклон у площадок рядом с подъездами. Специалисты находят еще ряд недочетов. Не обустроен, получается, подход от проезжей части до тротуара. Есть грунтовый разрыв, который необходимо устранить и сделать его цельным. Подрядчик обещает все исправить, а глава поселения проконтролировать. В остальном жители довольны. Для детей скоро установят площадку, а еще они, наконец, смогут кататься на роликах прямо перед домом. Теперь покрытие позволяет. Тут на велике даже невозможно было кататься. Здесь были ямы и был очень большой риск, что можно упасть. В селе Комсомольска был парк культуры и отдыха. Этой осенью он станет парком воинской славы или аллеи героев. Над названием еще думают. Было очень много предложений. Из более тысячи названий мы выбрали самые часто популярные, часто повторяющие названия. Окончательное решение примут после завершения работы. Благоустраивать парк начали в мае. Теперь предстоит реализовать главную идею. Памятники представителям пограничного братства, морского братства, воинам-афганцам, воинам-чеченцам. Они так разбросаны. Но в настоящее время здесь селе Комсомольское. А если мы их переместим и создадим аллею героев, я думаю, очень будет это правильно. Также здесь появится фонтан с камейки для отдыха. Открытие запланировано на ноябрь. Несмотря на отдельные недочеты и нюансы, качество проектов и их реализация растет, отметил главный архитектор республики Александр Шевлягин. По срокам в этом году намного лучше по сравнению с прошлыми годами. Если в прошлые годы у нас некоторые объекты уходили в зиму, и, соответственно, теряя их в качестве и во всех остальных, то в этом году у нас многие объекты уже завершены. Несмотря на то, что пока еще даже лето. Что касается проектов на следующий год, их местрое ждут от районов до 1 ноября. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов. Республика. В Чувашии подвели итоги благотворительного марафона именем детства во имя детства. Копилка российского детского фонда пополнилась на 6,5 миллионов рублей. Куда направят средства, смотрите в нашем репортаже. Тут у нас две девушки. Милана и Стефания. В Чебоксарском доме ребенка-малютка заботятся даже о таких крохах. Здесь лечат и воспитывают детей отказников, инвалидов и сирот. Благодаря помощи детского фонда в малютке отремонтировали водопровод, закупили детскую одежду и питание. В этом году получили еще средства. За полгода удалось собрать 6,5 миллионов рублей. Все средства, которые собраны муниципалитетами, мы отправляем обратно в районы республики, для того, чтобы руководители властных структур, депутатский корпус, сами решили, кому в первую очередь необходима помощь. Каждый рубль важен для тех, кому предназначено и для тех, кто это отдавал. Потому что это все-таки в наше время непростое время отдать от себя. Это тоже большое дело. Сделать большое дело и помочь детям решил и руководитель одной из строительных компаний Валерий Семенов. Он пожертвовал одной из самых крупных сумм. Помощь вот такого образа, я думаю, она не лишняя. Она позволит несколько улучшить работу, улучшить условия проживания здесь наших воспитанников этих учреждений. Будет сегодня подрастающему поколению детям хорошо. Будет значит у нас и уже наше государство, наша страна, наши люди будут жить лучше. Марафон именем детства во имя детства проходит 23 года подряд. Начиналось все с адресной помощи детям и переросло в поддержку целых учреждений, детских садов, школ. Чтобы стать благотворителем, ждать следующего марафона не обязательно. В детском фонде пожертвования принимают круглый год. Статина Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. О технологиях, позволяющих обрести обычное человеческое счастье. В Чувашии на днях родился мальчик с необычным именем Серафим. И история его появления на свет тоже необычная. Дорогие наши Баксим и Женя, мы вас поздравляем горячего с новорожденным ребенком. Ребенку у нас назвали Серафим. Все у нас, пускай вам всегда счастье принесет, здорового, хорошего ребенка мы дарим и ждем, чтобы вы за последующим пришли. Обязательно. Его мама Евгения тоже плод совместной работы целой бригады врачей. Она появилась в 1995 году благодаря технологии экстракорпорального оплодотворения. Операция оказалась удачной. Так у Изольды Малаховой появилась дочь. Евгения выросла, вышла замуж и сама стала мамой. Счастью бабушке нет предела. Процесс был, конечно, тяжелый. Много там анализов надо было сдавать, какие-то кое-какие операции надо было переносить. Но, Бог дал, я забеременела с первой попытки. 24 июля 1995 года через кесаро сечение я родила здорового ребенка. Назвали девочку Евгенией. Вес был 3,480 грамм, рост 52 сантиметра. Внук Серафим тоже родился здоровым крепышом. Вес 4 килограмма 300 граммов. ЭКО уже хорошо отработанная медицинская процедура. В России более миллиона детей родились из пробирки. В Чувашии решением проблемы бесплодия занимаются сотрудники президентского перинатального центра. И благодаря их стараниям на свет появились более 3,5 тысяч детей. Есть какие-то мнения, что дети после ЭКО не всегда здоровы, не всегда у них все будет хорошо. Нет, это совершенные мифы. То есть дети рождаются обычными, со своими проблемами или без проблем, как у любой обычной женщины. То есть в этой ситуации ЭКО это только шанс дается женщинам бесплодным и только момент наступления беременности у нее совершенно другой. С 2013 года в рамках программы обязательного медицинского страхования для женщин Чувашии процедура стала бесплатной. С 2017 года квоты увеличили, 650 на каждый год. И сегодня где-то 560 детей дополнительно с помощью электрокорпорального оплодотворения появились в наших семьях. Наша сегодняшняя задача в рамках общения с нашими специалистами говорить, рассказывать, что есть и технологии. До 35 лет, если мы применяем эту технологию, где-то около 30% эффективно. Вот такая необычная история обычной семьи, когда вера, надежда и любовь сделали чудо. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Создавать 3D-модели, собирать роботов и управлять квадрокоптерами. Этому и многому другому научат детей в сельских школах Республики. Так, в рамках национального проекта образования с этого учебного года сразу в двух школах Мариинско-Посадского района пройдет техническое переоснащение. Там откроются центры современного образования, точки роста. В одну из школ побывала наша съемочная группа. На первый взгляд обычная сельская школа. На самом деле, точка роста. Это пока здесь стандартный учебный класс. Вскоре сюда завезут современную мебель и оборудование. А пока в Октябрьской средней школе завершается ремонт кабинетов. Выглядеть они будут совершенно иначе. Никаких парт и досок. Особый дизайн, создающий ощущение открытого пространства, чтобы удобнее было работать с девайсами. Многие сельские, деревенские школьники это оборудование видели только по телевизору и по интернету. Там будет 3D-принтер. Будут квадрокоптеры. Соответственно, будет шлем виртуальной реальности. Это не только ученики. И учителям будет очень интересно. Мы уже ожидаем поступления оборудования на сумму в 1 миллион 600 тысяч рублей. И к этому времени нам нужно подготовить и отремонтировать два кабинета. Технология, информатика и ОБЖ. Именно три этих предмета начнут по-новому преподавать в точке роста уже с 1 сентября. На территории Чувашии таких центров в этом году будет более 40. К 2024 году их станет уже 180. В Малинско-Пасадском районе в двух школах реализуется эта программа. Это у нас Октябрьская средняя школа и Шоршевская средняя школа имени Андриана Григорьевича Николаева. На данный момент в школах ведутся ремонтные работы. Администрации района на эти работы выделены деньги 271 тысячу. И своими силами школа у нас проводит эти ремонтные работы. Почти уже завершается. Новый уровень образования в сельских школах – одна из задач проекта. Талантливые дети должны иметь равные возможности. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика. В Чебоксарском микрорайоне «Новый город» в день города откроется второй корпус детского сада номер 205. В нем будут физкультурные и музыкальные залы, а также бассейн. Внутри почти все готово к приему малышей. Персонал проводит генеральную уборку, застилают кровати и расставляют мебель с игрушками. 240 ребят на днях наполнят эти комнаты смехом и веселыми голосами. Напомним, в рамках реализации нас проекта «Демография» по созданию мест для детей ясельного возраста в Чебоксарах запланировано строительство 10 садиков. Это позволит охватить дошкольным образованием около 10 тысяч детей с полутора до трех лет. Закон об ответственном обращении с животными был принят на УРАЗу защитниками. Одна из его статей запрещает работу контактных зоопарков. К концу года они должны закрыться по всей стране. Что станет с животными, узнавала Юлия Важенина. «Давай, мой хороший, давай, не бойся, пришли. К тебе все пришли смотреть тебя, да, да, да». Насуха Крош появился здесь совсем недавно. Бывший житель одного из городских контактных зоопарков теперь осваивает новое место в зооуголке Ковчег в детском столичном парке имени Николаева. Крош сменил место жительства вместе с другими питомцами. Вместе с ним в зооуголок переехали семейство сурикатов, питон-карамелька, игуана-гена, обезьяна-сайми-ресеня. После запрета на контактные зоопарки у собственников почти нет выбора. Перевозить их в статус обычных зоопарков может не каждый. Слишком много надо вкладывать средств. Поэтому большинство владельцев их закрывают. И ищут для своих питомцев новых хозяев. И как хорошо, когда такие находятся. Все животные перенесли переезд отлично. То есть сейчас все равно такой карантинный период. Но мы успели подготовить вольеры, которые позволят содержать каждое животное в силу своих особенностей. Типолюбивые животные находятся в вольерах, которые подогреваются. Условия для пушистых здесь определенно лучше. Например, специально для сени построили вольер с деревом и гамаком. В доме семейства сурикатов установили теплые полы, насыпали песок. Так что чувствуют они себя почти как в пустыне. Кто кормит? Вот это видимо вкусно. Теперь у этих пушистиков есть личное пространство. Наблюдать за жизнью братьев наших меньших посетителям можно только через стекло. Сегодня для нашей съемочной группы сделали исключение. И все ради вас, целезрители. Чтобы показать вам красивые картинки. Кстати, нашей съемочной группе сурикаты оказались рады. Это Федя. Федя удобно, нормально? Вместе с семьей сурикатов он приехал в зоопарк Ковчег буквально две недели назад. Но теперь уже вполне освоились, бегают, прыгают. Так что приходите и посмотрите сами. Посмотреть можно, а вот кормить нет. Очень часто желание угостить животных выходит боком для них. Поэтому администрация Ковчега настоятельно просит не приносить лакомства животным из дома. Здесь их кормят вкусно, а главное полезно. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы Республика. Эфир продолжит программа «По существу». Речь пойдет о тонкостях природоохранного законодательства для бизнеса. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова